Я планировал дальше проповедовать о твердости. Но, знаете, на моё сердце пришло желание сегодня говорить о Троице. О Троице, да. И немножко коснёмся этого праздника, разберём чуть-чуть по запчастям, что, конечно, у меня много-много-много разных тем в отношении этого события. Но, я думаю, я сделаю такое своего рода как введение. Вчера я был в гостях у еврейской общины. К ним в гости приехал Боб Сорж. Правильно я сказал? Правильно, Аллочка? Правильно? Боб Сорж. Это один из моих таких любимых авторов. Оказывается, что он уже 16 книг на русский язык перевели. Ну, у меня только несколько книг, но, дай Бог, может, и остальные книги попадут, смогу прочитать. Потому что, как учитель, мне очень нравится. Поэтому рекомендую тоже читайте его книги, если попадают. Очень хорошее такое благословение приносят. Я с кем-то общался из пастырей, из сослужителей. Да, с пастырей, с пастырей. И мы говорили за Боб Соржа. Она говорит, ну, послушай, в некоторых кругах этот автор, он не популярен. Я говорю, я, конечно, понимаю. Особенно вот эта книга «Задержанные ответы на молитву». Я говорю, вау, ну, конечно, я понимаю. Я хочу сказать, это одна из моих любимых книг. Почему? Потому что, когда ты ходишь по земле, временами ты не всегда можешь дойти своим разумом или своим опытом. Почему? Потому что, к сожалению, мы ходим, Бог нас водит новыми путями. И временами, когда сталкиваешься с какими-то ситуациями, непонятными для тебя, в тебе, естественно, возникают вопросы. Слава Богу за учителей, которые открыты, могут излагать мысли доступно на бумаге. Потому что, конечно, человек очень интересный. Первое, то, что он начинает, как извиняется за то, что плохо говорит. В какой-то период времени он перенес травму своего горла, связок, и теперь так, как шепотом говорит. Но, тем не менее, очень содержательно. Что для меня уже, знаете, как не само красноречие, а то, что интересно всегда, само содержание интересно, то, о чем говорят. Поэтому, слава Богу, радует, конечно, что есть еврейская община, есть даже евреи в этой общине, слава Богу, что не все еще уехали. Потому что, если все уедут, то будет как исход из Египта, не дай Боже. Все ушли, потом пык, все, двери закрылись. Но я верю, что, я, конечно, как утрирую, я верю, что двери закрываются в тот момент, когда Дух Святой оставляет страну, землю. Потому что в отдельности, конечно, страну не оставит, но землю, когда останет, вот тогда уже самая большая трагедия. Слава Богу! И сегодня я хочу коснуться этого праздника. Знаете, вот очень важно для нас, как для церкви, иметь понимание самого праздника. Я, как я уже сказал, я не торопился говорить в отношении праздника, хотя какое-то время в моем ученичестве Бог какой-то период меня усадил и давал мне понимание в отношении праздников, в отношении ветхозаветных жертв. То есть, по-моему, даже несколько лет это было, мне насколько это было интересно, но когда Бог приносил мне какие-то откровения или познания, я думаю, вау, может этим церкви делиться? А потом я понимал, стоп-стоп-стоп, не торопись этим делиться, не торопись, это чисто для тебя. Потом время, когда приходило, когда Бог начинал животворить, приносить понимание, для себя я получал громадное благословение. Почему? Потому что книга Веткого Завета, она почистую книга, для большинства верующих остается такая темная книга. Когда начинают читать, ну максимум это то, что понятно, какие-то истории, которые описаны. Допустим, если взять там книгу Левит, книгу Второзакония, там чисел, очень сложно, даже периодически может даже нудно читать. Но, послушайте, если эти книги, они вошли в Библию, и есть такое выражение, как Тора, Пятикнижа, значит, в нём есть необходимость. В этой информации есть необходимость. В нём сокрыто для нас благословение. И всякий раз, когда мы начинаем понимать, мы начинаем для себя получать громадное благословение. Потому что временами у нас может возникать вопрос, а как должно выглядеть служение? И вот часто люди тоже задают такой вопрос. А как должно выглядеть служение? А что должно происходить на служении? А как я себя должен вести на служении? Возникает такой вопрос? Рано или поздно возникнет. Или временами и в самом начале возникает тоже вопрос, а как должна выглядеть церковь? А правильно ли церковь? А правильно ли проходит служение? И вот такие вот вопросы. И вот как раз Ветхий Завет, когда ты смотришь, он даёт хорошее пояснение. Праздники, праздники, праздников было очень много в Ветхом Завете. И может какой-то год посвятить для того, чтобы начать изучать эти праздники, для того, чтобы не просто узнать о том, что были эти праздники, а смысл своего праздника. Вот точно так же и этот праздник Пятидесятницы. Очень важно, на мой взгляд, иметь понимание этого события. Почему? Потому что праздники были даны с определённой целью. Через праздники Божий народ познавал Бога. Через праздники они познавали, как необходимо служить Богу, как необходимо приходить пред Его лице. Мы в многих вещах живём, как церковь мы уже в многих вещах живём. Мы в каких-то вещах уже находимся. Но почему? Потому что мы это приняли, кто-то нам это передал как опыт. Но временами, когда ты сталкиваешься в какой-то ситуации и возникает вопрос, всё то, что ты имеешь как опыт, оно может в один момент просто рассыпаться. Почему? Потому что опыт, он всегда базируется на наших чувствах, на наших преданиях от кого-то. Почему вот так служение проходит? Почему так шумно? Почему вот именно так? Почему я должен приходить на служение с определённой атмосферой в своём сердце? И вот я этой теме дал такое название. Я первый раз проповеду на тему пятидесятницы и отдаю такое название. Атмосфера пятидесятницы. Атмосфера пятидесятницы. Атмосфера пятидесятницы. Вначале, наверное, я уже заговорил за еврейскую общину, и то, что хочу сказать. Этот праздник, он имеет начало от евреев, от Израиля. То есть это не тот праздник, который придумали на территории Украины. Нет. Этот праздник, он принадлежит определённому народу. И вот на сегодняшний момент звучит такое слово «троица». И ты, стоп, так сегодня троица или пятидесятница? Что сегодня? Я вам хочу сказать и то, и ещё и третье. Ещё сегодня и ша-ву-от. То есть это еврейское слово, как раз то, которое касается, называется пятидесятница. То есть изначально этот праздник имел такое название – ша-ву-от. Запомните? Потому что я записал, забуду. В конце концов, слушай. Ну дай Бог, чтобы всё-таки сохранил. Потому что для меня этот язык немножко сложный. Слава Богу, что есть бумага, и можно записывать, можно для себя отмечать. Поэтому вначале был ша-ву-от, потом была пятидесятница, а потом в третьем или четвёртом веке уже назвали этот праздник как троица. Я никогда не задавался таким вопросом, почему так? Потому что можно, допустим, было поставить ша-ву-от. Хорошо звучит. Ша-ву-от. Мелодично даже как-то так. Ша-ву-от. Правда? Можно было поставить. Ну, мы, к счастью, мы вошли уже, и вот с какими-то событиями, с какими-то названиями нам приходится просто как соглашаться и приходится это принимать. Вот приходится это принимать. Праздник очень важно понимать. Это всегда в любой праздник, который, я говорю, Пасха или Рождество, уже у нас даже блок проповедей уже складывается в отношении этих праздников. И вот точно так же в отношении Пятидесятницы, я думаю, что тоже будет складываться такой блок. Потому что я верю, что мы должны просто приходить к пониманию. Не просто праздновать и говорить, сегодня Троица, сегодня Пятидесятница. Да, и вот давайте сядем, хорошо покушаем, и некоторые завтра будут даже пить за Троицу. Не понимая то, что Бог определил, то, как должен праздноваться праздник. И вот есть уже, почему Бог определил, как должен праздновать, и нам необходимо просто в это войти. Праздники — это образ. И вот точно так же этот праздник Шавуот — это образ, пример для нас, новозаветных сегодня верующих, как мы должны проводить своё богослужение, каким состоянием, с какими чувствами, как мы должны приходить в престол Божий, как мы должны приходить в Дом Божий. То есть есть расписание. Поэтому праздник Пятидесятницы — это определённая атмосфера. Я забегаю, это атмосфера радости и благодарности. И вот как раз это то, что Бог ожидает, что всякий раз, когда мы приходим пред Его престол, в нашем сердце должна быть радость, и в нашем сердце должна присутствовать благодарность. Этот праздник Пятидесятницы — это цикл праздников, весенних праздников, который был у израильского народа, который начинался с Пурима, и потом дальше, 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 и шли праздники. И последний был праздник, это был вот как раз этот праздник Шавуот. Шавуот. Или Пятидесятница. Почему Пятидесятница? Да, потому что Пятидесятница — это пятидесятый день. Правильно, после Пасхи — это пятидесятый день. То есть это как раз связано с этим событием. Это связано с сошествием Духа Святого. Но эта история описана когда-то, может, мы более детально, потому что я даже на эту Пятидесятницу мы хотели сделать театрализованную проповедь. Но я почувствовал внутри, что это надо немножко отодвинуть. И я сегодня понимаю, почему. Потому что должно быть видение к этому празднику. И, естественно, без Ветхого Завета, то, что покунулся в Ветхий Завет, нужно будет нереально разобраться. Есть необходимость нырнуть в Ветхий Завет, для того, чтобы посмотреть просто в деталях, какую Бог давал инструкцию в отношении этого праздника. Потому что Бог давал четкое такое направление, как это все должно было происходить. И израильский народ должен это праздновать. Это такой ключевой праздник в христианстве. Почему? Потому что это праздник начала Церкви. Дух Святой сошел. Это начало Церкви. Это новый такой этап для Церкви. Время, когда Дух Святой действует в Церкви. Это тот момент, к которому Иисус готовил своих учеников, что придет Дух Святой. Когда мы изучаем Евангелие, и мы можем видеть, Иисус говорил о том, что должен прийти. Говорит, лучше мне, чтобы я ушел. Потому что тот, кто придет, он вас наставит, он вас направит, он вас просветит, он вас обличит. То есть много вещей, которые сегодня Дух Святой делает в своей Церкви. Поэтому это благословенный период для нас, как для Церкви. Поэтому, на мой взгляд, очень важно делать остановку в День Пятидесятницы, для того, чтобы многие могли призадуматься. Стоп! А правильно ли я служу моему Господу? У некоторых только может правильно заключаться в том, чтобы прийти. Вот я пришел, послушайте, будьте рады. Господь, и ты порадуйся, что я пришел. Но послушайте, Бог более глубже касается наших сердец и больше ожидает от каждого из нас. Поэтому к празднику есть необходимость готовиться. Я понимаю, что даже есть какое-то упущение, почему-то, что в отношении праздников Бог дает руководство. Бог дает руководство. Леш, дай, пожалуйста, своей жене микрофон. Дарина, открой второзаконие 16 глава с 9 по 16 стих. Включительно. С 9 по 16 стих. Мы прочитаем как раз здесь руководство. Второзаконие 16 глава с 9 по 13. Если у кого-то есть тоже Библия, открывайте. Почему? Потому что после сегодняшнего служения вы должны уйти с пометками в своей Библии. То есть 1, 2. И вот это для вас должна быть как инструкция для того, чтобы размышлять. Вот для того, чтобы размышлять. Семь седмиц осчитай себе. Начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу, Богу Твоему, по усердию руки Твоей, сколько Ты дашь, смотря по тому, чем благословит Тебе Господь Бог Твой. И веселись пред Господом, Богом Твоим, Ты и Сын Твой, и дочь Твоя, и раб Твой, и раба Твоя, и левит, который в жилищах Твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди Тебя, на месте которой изберет Господь Бог Твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что Ты был рабом в Египте, и соблюдай, исполняй постановление сии. Праздник кущей совершай у себя семь дней. Когда уберешь сгумна Твоего и источила Твоего, и веселись в праздник Твой Ты и Сын Твой. Стоп, стоп, это уже, я думаю, что много. Это очень много поданной информации. Итак, семь седьмин с девятого стиха. Все знают таблицу умножения, да? Семь у семь сколько? Сорок девять. И плюс один день, то есть получается пятьдесят. И вот как раз то, что Бог, Он дает такое понимание, что они должны отсчитывать. То есть если мы внимательно посмотрим, мы увидим, что уже в этом действии было пророческое проявление. То есть Бог через вот эти числа что-то говорил своему народу, что будет какое-то событие. Вы считайте, потому что будет какое-то событие. Сегодня мы понимаем, что это за событие. Это как раз событие, которое касается Пятидесятницы. Что это событие. И как раз этот праздник, то, что Бог, Он дает руководство, как его необходимо праздновать, как необходимо приходить. Первое. Это праздник благодарности. Почему? Это была первая жатва. В Израиле было несколько урожаев, и это был первый урожай. И вот как раз на этот день урожая Израиль должен был приходить пред лице Божье в Иерусалим. На то время, когда праздновали этот праздник, в Иерусалиме жило немного людей. Жило немного людей. И как раз в этот праздник, то, что происходило, Иерусалим количественно умножался. Люди наполняли этот город. Почему? Потому что они приходили праздновать, все стекались, приходили праздновать этот праздник. Праздник благодарности. Следующее. Праздник радости. Потому что, когда мы посмотрим, как Бог, Он говорит, «И веселись пред Господом Богом твоим», 11 стих. 10 стих. Он говорит о жертве, о том, чтобы они приходили, они приходили и приносили в благодарность то, что Бог дал им, оно проросло. Бог воспитывал у Своего народа благодарное сердце. Он воспитывал у Своего народа благодарное сердце. Чтобы Израиль, Он видел, что все благословения, которые приходят в Его жизнь, они приходят от Господа. На тот момент Израиль – это была аграрная страна. Сегодня она всесторонне развитая, страна индустрия. Но на тот момент она была аграрная страна, она целиком и полностью зависела от дождей, она целиком и полностью зависела от Бога. И евреи не понимали, что дождь, он приходит от Бога. И вот как раз в этот день Израиль должен был собираться. Все мужчины и дети мужского пола, они должны были приходить в Иерусалим. Жертвенность. То, что Бог воспитывал у Своего народа, жертвенность. Это сегодня хороший пример и образ для нас. Почему? Потому что точно так же Бог сегодня воспитывает у нас жертвенность, точно так же Бог и Бог воспитывает у нас благодарность. Точно так же, как Он воспитывал у Своего народа. Жертвенность. На тот момент, я могу сказать, маршруток точно не было и общественного транспорта. Все люди, то, что они делали, они передвигались пешком. И вот как раз на этот день все должны были собраться, весь Израиль должен был собраться. И Израиль же как для ходить пешком, большой, тогда не было ни велосипедов, все и шли пешком. И это был момент, когда отцы, они вели своих детей. Вот, Лешка, допустим, ты мой сын. Подростков нету, уже ушли. Ты мой сын, правда выше меня. Ну, что сделать? И вот в этот момент, когда все и шли в Иерусалим, то, что делали, отцы, они учили своих детей, каким образом этот праздник, он должен происходить. Что должно происходить на этом празднике? Радость, благодарность. И вы смотрите сюда. Независимо от того, что происходило дома, что было дома у этих людей? Они должны были все прийти в Иерусалим на поклонение Господу, знак своей благодарности Ему. Идут, учат родители своих детей. Это хороший пример сегодня для нас. Мы люди, которые выросли без религиозной традиции. без религиозного образования, к сожалению. Мы, может, старшее поколение знает, как праздновать коммунистические праздники. Но сегодня уже эти праздники, да, уже все, выжигают каленым железом. Сейчас пытаются принести другие праздники. Другие праздники. Старшим, может, и сложно принять, а потом, да, ладно, хай уже, что будет, то будет. Но мы, как церковь, мы должны понимать, что Бог, Бог нас тоже призвал, как израильский народ. Мы сегодня тоже призванный народ. И это то, что Бог ожидает, что мы будем учить своих детей передавать им понимание того, каким образом необходимо служить Господу. Что должно присутствовать в нашей жизни? Почему? Потому что это важно, это сегодня важно для нас. Передать понимание служения своим детям. Почему? Для того, чтобы дети потом со временем передали своим детям. Не только то, чтобы праздновать этот праздник. Праздник это как образ. Образ. Я уже сказал в начале. Через праздники Бог учил израильский народ, каким образом необходимо поклоняться ему. Что он ожидает видеть? Я уже сказал жертвенность. Почему? Потому что всем надо было оставить свой дом и идти на поклонение в Иерусалим Господу. Это точно так же, как и сегодня мы делаем. У кого сегодня осталась дома непомытая посуда? Или еще какие-то хозяйственные дела? у кого-то осталось? Ну, остались. У кого-то осталось, но тем не менее, но тем не менее, каждый сегодня пришел на поклонение Господу. Это то, что ожидает сегодня от нас Бог. Почему? Потому что как раз Бог через свое слово, Он показывает, Он нас научает вот этой вот жертвенности, которая должна присутствовать в нашей жизни. Праздник — это был праздник веселья. Это праздник, это был праздник веселья. Это радости, которая выражалась. Это не просто радость. У нас обычно радость может ассоциироваться с какими-то смешными ситуациями или с какими-то комедийными ситуациями. То есть вот радость. Кто-то что-то сказал смешное, ты посмеял. Я говорю, я называю это всегда пустая радость. Но радость, которую Бог ожидал, она должна была основана на благодарности Богу. И вот когда евреи, они собирались в Иерусалим на поклонение, то, что они делали, они несли снопы, снопы, у нас снопа нету, но вот они должны были нести в своих руках снопы той первой жатвы. Приходите с вот этими снопами. Почему? Чтобы каждый он мог видеть то, чем Бог его благословил. Вот почему перед нашими глазами всегда должно, мы должны всегда видеть те плоды, за которые мы благодарны нашему Господу. Я думаю, что первое, то, за что мы благодарны Богу, это за то спасение, которое Бог даровал через Иисуса Христа. Вот почему Бог говорит, вы были в рабстве, вы были в рабстве, в египетском рабстве, но вы теперь свободны. Вот точно так же и мы, когда мы приходим на служение, это выражение нашей благодарности Господу, как плод за то, что Бог нас освободил от рабства греха. Если Израиль освободил из египетского рабства, то сегодня Церковь Божию Бог освободил от рабства греха. Это как плод нашей благодарности, что Господь, мы благодарим Тебя. Вот Израиль наполнялся, это город приходил в движение, это праздник веселья, радости, они идут, шафары, Лешка, иди, шафары, если кто-то был на футболе, я один раз был на футболе, зрелище, конечно, но мне, честно, мне понравилось, мне понравилось, почему, потому что, первое, внутри меня родилось такое, как видение, у меня появилось желание, я думаю, Господи, если люди собрались посмотреть и воздать славу этой группе людей, которые бегают по этому стадиону за мячиком, у меня появилось желание, Господи, пусть этот стадион наполнится людьми, которые славят Господа, потому что откровенно стояло такое, рев такой стоял, угол такой стоял, все орали, все ликовали, это две команды играло, Динамо Киеви и Шахтер, и стоял такой рев, я тоже естественно за Динамо Киев болел, переживал, мне хотелось очень сильно выиграть, даже молился, это для меня такое событие, потому что я тоже включился в эту игру, потому что собрались не поклоняться Господу, а собрались ради футбола, но тем не менее я все равно остался верующий, то, что я делал, я там все равно продолжал молиться, и вот этот шум, который был, кто-то трубил, кто-то там делал, это шум, это то же самое, что было в Иерусалиме, люди ходили с этими снопами, они поднимали их перед Богом, и говорили, Господь, спасибо тебе, это Саша, привет, дорогой, они поднимали их перед Богом, и то, что они делали, они благодарили Господа, и говорили, Господь, спасибо тебе за этот урожай, который ты нам дал, который ты нам дал, и в этот момент то, что присутствовали, дети присутствовали, они смотрели, и то, что они делали, они учились, знаете что, поклоняться Господу, это живой пример, вот поэтому, когда возникает вопрос, а как должно выглядеть церковное богослужение, кажется, мне через чершум, послушайте, если бы вы попали в Израиль, в Иерусалим, в тот момент, когда народ праздновал этот праздник, вы бы, наверное, потухли, радость, даже в тот момент, когда произошла Пятидесятница, новозаветняя Пятидесятница, помните, ученики, они были в горнице, и когда сошел Дух Святой на них, они вышли на улицу, и они насколько молились, и насколько они выглядели, что даже те, кто пришли и находились под законом и праздновали, они должны были с весельем праздновать, они сказали, послушай, вы уже напились, они перепрыгнули по радости тех, кто находился под законом. Я сегодня, конечно, для меня это хороший пример и образ в чем? В том, что сегодня Церковь Божия, она должна стремиться к тому, чтобы исполняться Духом Святым, для того, чтобы эта радость, она не была искусственная, она была искренней, для того, чтобы кто-то, может, со стороны зашел, на это богослужение сверху посмотрел и говорит, а где тут наливают? Скажите, что вы на служении, засвидетельствует, праздник празднуете. Чтобы сверху кто-то посмотрел и сказал, вау, а где наливают? Когда видят людей, которые исполнены Духом Святым. Поэтому то, что должно, то, что должно присутствовать, я уже сказал, первое, жертвенность. Второе, посвящение. Это то, что воспитывается, потому что, представьте, когда отец ведет своего сына на поклонение, и нету, нету маршрутки, мы должны понимать, нету маршрутки. Если бы сегодня кто-то вышел на остановку, его маршрутка не пришла, и он сказал, Господи, наверное, на это есть Твоя воля. Наверное, я сегодня должен быть дома. Некоторые бы так бы приняли это как водительство. На тот момент не было маршрутки. Все и шли. Все несли. И, естественно, ты когда несешь, одно дело, тяжело, да? Если, допустим, 15 минут, а если нести, допустим, сутки? Ты понимаешь? И вопрос возникает, папа, зачем мы это тащим? И папа, да, сын, действительно, чего мы это все тащим? Нет. Это не ответ. Это нет. Это не урок. Это не урок. Послушайте, это не урок. Отец, наоборот, давал понимание своим детям. Послушайте, мы благодарны Богу. И мы должны прийти в Дом Божий для того, чтобы поклониться с этим. Все то, что мы сегодня имеем, это благодаря тому, что Бог нам это все дал. Па, а зачем идти? Сколько? Может, можно было бы в нашем, в нашем месте поклониться и прославить? Нет. Бог сказал, чтобы мы это делали в Доме Божьем. Урок. Урок сегодня для нас, для новозаветников, это то, что точно так же и мы должны наставлять своих детей. Во-первых, сами учиться со Словом Божьем, потому что то, что Бог ожидает от нас сегодня, послушание. Сегодня этот праздник, но сегодня задать вопрос, а где часть церкви по местам празднуют? Почему? Не были научены. И послушайте, будет ли преемственность потом для детей никогда в жизни? Вот поэтому Бог дал такое определение, что ты несешь и рано или поздно возникает этот вопрос, а чего мне туда идти? Чего мне идти в Дом Божий? По одной только причине. Бог это заповедовал, то, что я должен это делать. Мало того, то, что я должен приходить, я должен приходить с радостью. Знаете, я сегодня с молитвой возвращался, утренней молитвой, и эта троица, я проезжал мимо православной церкви, я уже видел там, продают разные зелень продают, да. Я видел одного человека с охапкой этой зелени, и он такое впечатление, вроде, он идет как на каторгу. А у меня, я проезжаю, и у меня такое желание было сказать, сегодня не зачет. Но я понимаю, что человек не поймет, потому что некоторые думают, что важно только вот прийти, я пришел, теперь все, Боже, ты теперь должен меня благословить. Нет. С радостью. А я понимаю, что почему нету радости? Потому что нету понимания. Нету понимания. Вот, нету понимания, каким образом это должно происходить, мало того, на чем должна быть основана радость. Большинство мыслей, которые апостол Павел описывает, допустим, в своих посланиях, и такая фраза звучит, всегда радуйтесь. Почему? Он смотрит, у него пример, у него пример, Ветхий Завет. когда приходишь в предлицо Божье, радуйся, веселись, веселись. Поэтому служения, они должны так выглядеть, радостно. Это не такая группа людей, которые скорее бы это все закончилось, скорее бы это все пришло к концу. Ой, ну, ну, ой, я сейчас тут, ой. Нет. Это праздник. Люди танцевали, ликовали. Мало того, в этот день служения было вообще 24 часа. Никто спать не мог. Все отрубили. Господь, спасибо. Они осознавали свою зависимость от Бога. Поэтому в Доме Божьем то, что они делали, они ликовали, они радовались. Вау, это событие. Вау, Бог, Ты у нас есть. Вот точно так же и мы. То, что, когда мы приходим в Дом Божий, это не дом уныния, это дом радости. Потому что мы приходим с благодарностью за то, что Бог нам что-то дал и мы можем что-то Ему дать. Мало того, Бог нам открыл, Бог нас поместил и мы сегодня находимся в Доме Божьем. Что это не наказание, что я отбываю. Нет. Это наоборот благословение. Вот почему Божий народ, он должен всегда стремиться к познанию, к пониманию, для того, чтобы это рождало внутри нас эту неподдельную радость, которая вызвана каким-то анекдотом, а радость, которая приходит от самого Бога. Вот почему необходимо стремиться к тому, чтобы исполняться Духом Святым. Для начала хотя бы начать молиться. Даже когда идешь на служение, ты молишься. Подвиг, если ты даже уже пришел перед служением, на молитвенное служение, для чего? Для того, чтобы побыть, подготовить свое сердце, чтобы не прийти внутри себя в таком унынии. В середу мы говорили за Анну, да? За Анну. Почему? Временами, как укор выставляют Анне, что она пришла, она, вернее, не Анне, а Илия выставляют в укор, что Илия на нее посмотрел, и он сказал, ты что, пьяная тут, бормочешь что-то? Почему? Потому что в Дом Божий даны были приходить совсем в другом состоянии. И когда человек приходил такой, ты что, с тобой что-то ненормальное, ты что, напился и в Дом Божий припхался. Потому что должно было происходить то, что должно было происходить. Тяжело держать? Сынку, держи, это жертва Господа. Лешка, давай ставь. Это жертва Господа. Это то, чему должны учить своих детей. Это то, что сегодня мы как поколение, мы должны передавать это своим, мы должны передавать это своим детям. Вот эту благодарность, эту жертвенность. Пану, зачем сегодня идти? Потому что с большим подвигом кто-то на дачу полетел. Эээ, все, все живо, воздух. А в церковь Божию, ой, ну надо, ой, 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 да, 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 чтобы никто не знал, чтобы никто еще не догадался, чтобы никто меня еще не увидел, не сообразил. Нет, наоборот, это торжество, это радость. Почему? Потому что Бог меня освободил. Я сегодня свободен. Я сегодня свободен. Поэтому в то время в Иерусалиме торжество была определенная атмосфера, атмосфера радости. Вот почему я говорю, дал сегодняшней теме такое название атмосфера пятидесятницы. Это то, что в сердцах каждого из нас она должна присутствовать. Это атмосфера пятидесятницы, атмосфера радости и благодарности. Потому что когда присутствует другая атмосфера, можно приходить на кого-то посмотреть, кого-то посудить, еще где-то в чем-то поучаствовать, но только не в том, в чем ожидает нас видеть Бог. Я хочу сказать не за чет. Не за чет. Не за чет. Поэтому сегодня этот праздник Шавуот мы останавливаемся для того, чтобы посмотреть, что Бог ожидает, какими нас Бог желает видеть. Он говорит, веселые, радостные, все должны праздновать этот день. Пятидесятницу. Пятидесятница, она тоже имеет смысл. Пятьдесят это юбилейный год. Это год свободы и нового прощения, и нового начала. и нового начала. Почему церковь, первая, она отличалась особой радостью и благодарностью? Почему она отличалась, допустим, от сегодняшней церкви? В том, в чем она жила, то, что она переживала. Но когда ты смотришь, изучаешь деяния, ты видишь, ты видишь, они жили совсем в другом каком-то состоянии. Они жили в атмосфере, в атмосфере Пятидесятницы. Они были наставлены, потому что первая церковь, она была с евреем, они были наставлены, каким образом необходимо служить и поклоняться, приходить предлицо Божье. Это то, что сегодня необходимо нам. то, что необходимо нам. Не столь важна одежда. Почему? Говорит, что пусть вашим украшением, Петр говорит, пусть вашим украшением не будет одежда, а совсем другое внутреннее состояние внутреннего человека. Почему? Потому что сегодня Бог, Он ожидает видеть вот это жертвенные сердца, радостные сердца, благодарные сердца. Я сегодня, когда размышлял, мне эта история пришла на память, но я не имею права утверждать. У меня такое чувство, когда Иисус сидел в храме возле жертвенницы, жертвенника, и наблюдал, как кто жертвовал. Я думаю, наверное, был день Пятидесятницы. Делал инспекцию, проверял, кто как жертвует, кто приходит и служит с каким сердцем. я не имею права утверждать, потому что у меня нету для этого основания, что это была как раз Пятидесятница. Но я уверен, что если Бог, Он говорит, каким образом необходимо Ему служить, никаким образом необходимо служить, то, что Он делает, Он все равно проводит определенную инспекцию в какой-то определенный момент. Да. Инспекцию наших сердец. И Он понимает, Он понимает, почему Он так все выставляет, что должно быть, чтобы мы видели. Потому что Бог понимает, что мы личности очень легко переключаемся на другие вещи. Мы очень легко переключаемся. Но как раз то, что нам необходимо, это быть включенным на основное, на нашего Бога. Когда мы проводим инспекцию, ты говоришь, а что такое инспекция? Присутствует ли в моем сердце благодарность радость жертвенности? Присутствует ли это? Раз. Два. Передаю ли я это понимание своим детям? Передаю ли я это? Что некоторые, ну, со мной все хорошо, а дети как-то там, нет. Вот почему мужчины своими детьми они должны были являться пред лицо Божье в Иерусалим? Потому что это как раз был путь, когда родители показывали пример, каким образом надо служить Богу. Они учили их быть благодарными Господу. Они учили их быть трудолюбивыми. да? Поэтому это был первый урожай. Давайте мы на этом остановимся. На этом на этой веселой на этой веселой нотке. Может хотя может кого-то кто-то и опечалился и расстроился, но послушайте. Пусть это место для вас будет как пример. И веселись пред Господом твоим ты и сын твой и дочь твоя и раб и раба твоя и левит который в жилище твоих и пришелец и сирота и вдова которая среди тебя на месте которая изберет Господь Бог твой чтобы пребывало там имя твое ой прошу прощения его чтобы пребывало там где пребывало имя его возникает вопрос где это хотите я вам скажу честно здесь вот здесь почему именно в этой церкви оказался знаешь почему потому что Бог определял да я вчера пошел в другую церковь хорошая церковь но не моя то есть честно не моя не моя классно много хороших людей знакомых пастырь друзья все хорошая церковь но не моя на завтра пригласили в другую церковь и придут тоже хорошая церковь но ты выйдешь в конце скажешь не моя хорошая классно потому что радость от того что ты видишь верующих людей, что ты не один. Много искренних людей, любящих Бога, служащих Богу. Но не моя. Почему? Потому что Господь определил. Вот какая есть. Почему? Потому что это место, которое Бог определил для каждого из нас. Аминь. Преклоним голову. Отец, я благодарю тебя за твое слово. Я благодарю за то, что ты научаешь нас через свое слово точно так, как ты научал свой народ. И для нас это благословение и понимание, что сегодня мы тоже твой народ. Спасибо за помазание Духа твоего. Даруй нам благодать всегда исполняться. и быть послушными в день, который ты определил для нас быть в твоем доме. Как выражение благодарности тебе за твою милость, за твою любовь. Спасибо за то, что ты нас научаешь быть жертвенными. спасибо за то, что ты открываешь нам путь нашего посвящения. Мы благодарим тебя. Прими сегодня всю славу и благодарность. И помоги нам сохранить эту атмосферу пятидесятницы в наших сердцах. Атмосферу этого радости и торжества. чтобы наше сердце всегда имело это понимание благодарности тебе, наш Царь. Чтобы наши руки, они поднимались полные благодарности. Очищенные от всякой скверной, но наполнены благодарностью того, что ты уже даровал нам. Спасибо тебе. Прими славу и благодарность во имя Иисуса. И весь народ да скажет Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Продолжение следует... Слава Богу!